В России раздают все больше повесток в военкоматы, Путин ждет Си Цзиньпина в Кремле, а у российских самолетов большие проблемы. Это новости воздух, меня зовут Василий Азаров и здесь я расскажу вам о главных событиях к этому часу. Уже в шестом российском регионе официально начали раздавать повестки. Власти, тем не менее, факт мобилизации всячески отрисают. Очередным таким регионом стала Республика Марии Эл. Вот фрагмент эфира местного телевидения. В Марии Эл возобновляются ежегодные военно-учебные сборы. Некоторое время их не проводили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Как уверяют в руководстве республики, явиться в военкомат мужчинам нужно лишь для уточнения военно-учетных специальностей. Это плановая процедура перед ежегодными военными сборами. Ранее по такому же принципу начали вызывать военкоматы в Воронежской, Липецкой, Ярославской, Пензенской и Тюменской областях, а также в Хантамансийском автономном округе. А по неофициальным данным, которые приводит, например, адвокат Павел Чиков, повестки для актуализации данных раздают уже в 43 регионах. Также о рассылке повесток объявили власти Оренбургской области. Как сообщили представители областного военкомата нашей редакции, в Оренбуржье военно-обязанные тоже будут получать повестки. Соответствующее письмо в правительство региона сейчас готовится. Как следует из обращения военного комиссара региона Дмитрия Киселева, цель мероприятия – уточнение персональных и специальных данных воинского учета. Процедура, якобы плановая, и к мобилизационным мероприятиям никакого отношения не имеет. Глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин также подтверждает новую волну повесток в России. По его словам, массово вызывать военкоматы начали в минувший понедельник. «Писали из Петербурга. В больницах Выборгского района раздают повестки пациентам из Улан-Удэ. Очевидно, что людей продолжают забирать в армию и что в регионы спустили новые цифры. Пока пытаются призвать больше, чем в январе, но меньше, чем в сентябре-октябре». Это рассказал Григорий Свердлин в интервью телеканалу «Настоящее время». А тем временем сайт проекта «Идите лесом» накануне был заблокирован в России и включен в реестр экстремистских ресурсов. Число погибших при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону выросло до четырех человек. Тело мужчины сегодня утром обнаружили на первом этаже под руинами. Человек почти полностью сгорел. Об этом сообщает местное издание 161.ру. Напомню, 16 марта в Ростове-на-Дону взорвалось здание погрануправления ФСБ. Губернатор области назвал причиной происшествия замыкания электропроводки. Из-за пожара взорвались емкости с горюче-смазочными материалами. Но вот, например, юрист Марк Фейгин считает, что на самом деле причиной вполне мог стать поджог. Уверен, есть кому поджигать. Вот это очень важно. Я за этим вижу как бы все-таки украинский след в том смысле, что они сильно мотивированы сжечь все в России. Потому что война же идет. Вы нас убиваете, мы вас ждем. Так что здесь вещь такая, понимаете, от мести еще во многом. Но не говоря уже о том, что и оперативные службы, разные службы разведывательные в Украине этим занимаются, безусловно, управляют людей, которые это делают. Полиция в приграничных российских регионах несколько часов искала несуществующих украинских диверсантов. Силовики даже объявили план перехват. В полицию поступила информация, что на пикапе с украинскими номерами едут пятеро вооруженных людей в бронежилетах. Их искали в Курской и Белгородской областях. На самом деле все оказалось по-русски прозаично. Искали по ложному доносу после того, как водитель подрезал другую машину на дороге. Пикап в итоге нашли, но вооруженных людей в нем, конечно же, не было. США собираются запустить еще один беспилотник над Черным морем, несмотря на недавний инцидент, когда российский истребитель сбил американский дрон. Телеканал CNN сообщает, что в Вашингтоне сейчас взвешивают риски полетов над Черным морем. Там опасаются прямых конфликтов с Россией. Тем не менее, сразу после крушения беспилотника на этой неделе США уже запускали еще один дрон, чтобы оценить последствия инцидента. И планируют запустить еще один. В качестве альтернативы для сбора разведданных над Черным морем американские военные рассматривают использование спутников-шпионов. Турция больше не будет обслуживать самолеты из России. Это коснется лайнеров, на которых установлено больше 25% американских комплектующих. Профильное издание Airport Haber пишет, что семи российским авиакомпаниям теперь запрещено заправлять свои самолеты в аэропортах Турции. Также запрет коснулся одной белорусской и одной иранской авиакомпании. Тем не менее, в Минтрансе России эту информацию отрицают. Со своими собственными комплектующими у российского автопрома, очевидно, пока что большие проблемы. В ближайшее время, как сообщает издание РБК, полеты на самолетах «Сухой Суперджет-100» будут полностью или частично остановлены. Это связано с дефицитом свечей зажигания, которые до войны разрабатывала французская компания. Китай поставлял в Россию винтовки, бронежилеты и комплектующие для беспилотников. Об этом пишет издание «Политику» со ссылкой на данные таможни. Делалось это через третьи страны, в частности, через ту же Турцию и Арабские Эмираты. Что неудивительно, потому что иначе Китай сразу же попал бы под западные санкции. А проблемы из-за России китайским властям сейчас точно не нужны. Этим утром в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву. Он состоится на следующей неделе, с 20 по 22 марта. Сообщается, что Владимир Путин подпишет с китайским лидером, цитирую, «ряд важных двусторонних документов». Напомню, китайские власти выступают за прекращение войны в Украине, но их план урегулирования на Западе не встретил большого одобрения. Согласно этому плану, война, по сути, не заканчивается, а переходит в стадию замороженного конфликта. Мужчина открыл стрельбу из автомата с балконом многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. По данным издания «База», компания мужчин выходила на балкон каждые 15-20 минут и стреляла в воздух. Очевидцы слышали, как один из стрелков спрашивал «Брат, патроны еще есть?». Дверь, приехавшей по вызову соседей полиции, пьяный стрелок открыл в итоге сам, не успев, к счастью, никого застрелить. И объяснил, что просто хотел повеселить соседей. Во Франции задержали больше 300 демонстрантов, которые вышли на митинги против пенсионной реформы. Беспорядки в Париже продолжались всю ночь. По данным полиции, в уличных акциях приняли участие почти 50 тысяч человек. Цифры профсоюзов куда выше – больше 300 тысяч. Попытки подавить протест привели к столкновениям с полицией. Закончив шествие, демонстрации начали поджигать машины и бить витрины магазинов. Бросали в полицейских фаеры, бутылки и камни. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ. Напомню, премьер-министр Франции Элизабет Борн вчера объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Таким образом, возраст выхода на пенсию во Франции повышается с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года и закончится к 2030. Это были новости «Воздух». Подписывайтесь на канал «Ходорковский лайф» и ставьте лайки этому видео. Сегодня вечером программу «Воздух» для вас проведет моя коллега Елена Малаховская. Меня зовут Василий Азаров. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok